В уютном поселке Коккола, ныне Репина, тогда расположенном на территории Финляндии, проживал художник Илья Ефимович Репин. Вот что он пишет своему другу Виктору Ивановичу Базилевскому. Страшное ослепление. Боролись за свободу, в век свободы, и получили еще небывалое рабство, рабство духа. А этого не прощается ни в всей, ни в будущей жизни. Прослеживаются две ипостаси большевизма. Первая – это ленинская. Ленину были нужны прежде всего дезертиры, люди с ружьем, мародеры, бандиты, уголовники. Ленин так и говорил, что мы Россию завоевали, мы теперь будем Россией управлять. Вторая ипостась большевизма – сталинская. Сталину были нужны бессловесные рабы. И ленинщина, и сталинщина вели прежде всего к растлению народа. И это мы должны учитывать сегодня, потому что мы ведь после уничтожения русской элиты – потомки или дезертиров с ружьем, или же сталинских бессловесных рабов. Поэтому выбор у нас невелик. Что еще мы сделаем с нашим Отечеством? Один Бог знает. Но вот несомненное достижение – создание сталинской партии меченосцев. Партия – это главное. И на всех съездах идиотские восторги партийных бонз. Вот незадолго до гибели от рук ревневого мужа товарищ Киров буквально захлебывается от счастья своей принадлежности к ордену меченосцев. Основное, решающее, к чему все обязано – это наша коммунистическая партия. Но, товарищи, кто-то не самое правильное. И самая решающая, и самая определяющая наука нашего украины – это марксизм. Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее, и подкованнее с этой самой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, той наукой, которую таким величием может воплощать жизнь наш учитель, товарищ Сталин, этой науке мы обязаны всем в основном перешать. Партия – это главное. И, конечно, марксизм, ленинизм – не истина, не правда, не народ, а партия. И при этом надо отдать должное Сталину. Его неоспоримым достижением было уничтожение Ленинской гвардии, отъявленных продажных ланскнехтов, германских и прочих наемников. А теперь вспомним недавнее. Его легче осмыслить. В 1996 году мы, нормальные люди, выбирали из двух зол. Выбрали зло меньше Ельцина, а не Зюганова. Лучший, конечно, выход был бы голосовать против всех. Но до такой патриотической зрелости наше общество еще не доросло. Так вот, и Сталин в свое время был меньшим злом из очень многих более кровавых и страшных зол. Исторический выбор был сделан не в пользу банды большевиков-ленинцев, иначе нас бы и на земле не осталось, Россия вся переселилась бы на небеса. И как мечтали Троцкий, Зиновьев и писатель-чекист Бабель, мы стали бы соломой для торжества мировых революционеров. Такой сякой и жестокий Сталин оставил нам хотя бы шанс выжить.